Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Здесь, в Подмосковье, травка уже зеленая, вовсю тепло, плюс 20, а ребята на севере, смотрите, что присылают. Сегодня мы вместе с этими ребятами отправимся в замечательное путешествие по зимникам, которые уже с водой, все будет очень интересно, это будет очень интересный ролик, в те места, где был с экспедиции по погибшему самолету Ливаневского Эрнст Ревгатыч Мулдашев, знаменитый хирург, он мне даже книгу подарил насчет этого путешествия своего. И вот по вот этим местам, там более 20 лет назад, вот отправится Володя. Володя – это племянник нашего с вами замечательного... Ай, блин, иди в нами! Так, давай! Тимофе Александровича, и вот сегодня все будет в таких ярких тонах. Будем смотреть и завидовать вместе с вами. Я вот здесь, в Подмосковье, ну и вы по всему миру. Итак, дорогие друзья, давайте начнем. Дорогие друзья, в этом ролике показан обычный для жителей Крайнего Севера грузовой рейс, осуществленный для подвоза топлива, продуктов первой необходимости и стройматериала для обновления котельного хозяйства в отдаленное село Сибен-Кюэль, расположенное в Кабяйском Улусе, республике Саха-Якутия. Несмотря на то, что маршрут сложнейший, несет за собой опасность для здоровья и жизни для таких водителей, это обычные будни, и сами того не подозревая, они совершают настоящий подвиг. Дорогие друзья, я надеюсь на вашу сознательность и вежливость в комментариях. Желаю приятного просмотра. Желаю приятного просмотра. Сюда две. С темным порожняком можно вдоль попробовать. Ага, вот так вот на него, короче, все. Еще идеальная, можно сказать, дорога. Ну да, это хорошо. Маку столько проехали, но... Принято. Принято. Принято, наверное, придется слева. Да, так пока, стой. Молодец, вопрос, а не попробуй. А, по-моему. Да, да, принял. Слежим перец, потому что проезжать нужно. Может быть, че. Бунт. Его помать. Ну, видишь, они поверх узелки прошли, они даже не сломали. Он вообще сломает, да? Угу. Молодец. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в селе Батамай подымаются на берег. Потом едут некоторые расстояния по лесу, поворота к Верхоянским хребтам. Потом в селе Сиген осуществляется спуск на реку Тумара. По Тумаре спустя некоторое время расположен спасательный пункт Надежда. Там ночевка. Потом переезд на реку Нуора. И конечный пункт это село Себян. Расстояние 578 километров. Преодолевают они его всего за двое суток. Днем идет оттайка. Значительный плюс. Снег становится очень мягким. А ночью мороз до минус 30. И становится очень скользко. Вот так. Дорога по горным рекам очень сложная. Каждый день она новая. Те следы, которые ты проехал, заполняются наледью. И на следующие сутки их уже не видать. В том-то и опасность. Кто первый едет, тот и прокладывает маршрут каждый день по-новому. А это вот получается от поселка Отсангар до Батамая. 120 километров. По Лене ехать по зимнику. Сворачиваешь. Заверешь в Батамай. И там вот 75 километров едешь по лесу до Сигена. Вот по лесу доехали до Сигена. Получается промежуточный пункт. Тут нас ждут грузовики, пензовозы. И вот собираемся в колонну и едем спускаемся на реку Тумара первую. Там начинается самое веселое приключение. Добро пункт. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 ну и конечно по старой доброй традиции наступила ночь дорога мучительная и нудная и охота отдохнуть поспать на вытяжку не в тесной кабине при звуке мотора в теплой избушке ночью придавило до минус 30 а мы все же доковыляли до спасательного пункта надежда где можно на топить буржуйку и поспать и да и и и и и Ты вчерашние следы у нас в машине? У нас преимущества мы легкие. Это что за машина святая? Где лоб всего? Что же происходит? Что же происходит? Что же происходит? Камешки для бани. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok старбазер добавили первые то же самое короче и это про что говорю за телефоном чисто фотографировать будильник и время посмотреть так классно никаких и новостей ничего телефон что ли сколько там лежал ватсапе только одно смс ко мне ушла и все и ничего не приходило ничего не обновлялась сюда на связь выехал понесли все эти новости все это херня короче там в этом плане вообще балдеж не интернетов ничего детям бегают поэтому по поселку там на лыжах на коньках на велосипедах на буранах катаются дурачатся идешь с тобой все здороваются маленькие большие вообще короче другой мир а у них случай то был это коронавирус начался то они взяли короче построили там перегородили дорогу без себя и говорят даже с карабином сидели никого не пускали приезжих ну типа короче самоизолировались а 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 Продолжение следует... 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 Я говорю... Я говорю... Я говорю... Продолжение следует... 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 Друзья, вам я желаю всего самого хорошего, доброго здоровья и, конечно, мирного неба над головой. До свидания. Увидимся. Снег, снег, кругом снег, белая трасса, снег, за горизонтом сидеть просвет, но это снова снег. Трасса с подъема срывается вниз, ты уж тут в оба гляди, слева навис опасный карниз, и снега песчаный наледи. Черные шины на белом снегу не в город везут в тайгу. Портреты жены и любимого сына в дороге тебя сберегут. На лобовом стекле всегда смотрят прямо в глаза. Ты обещал, что скоро вернешься, обманывать их нельзя. КамАЗ послушно гудит втихаря, мотор настоящий друг. С нуля перебрал его летом не зря, в кабине тепло и уют. Но жизнь шоферская ни сахар, ни мед, не расслабляйся тут. Кто север не нюхал, тебя не поймет, здесь нервы сплетаются в жгут. Мотают по трассе, как серые волки, и дух приключений их тянет вперед. Положат вставные зубы на полку, коль кто-то до них доживет. Кто прожил полвека, а кто-то лишь миг, здесь зимник людей не щадит. Видишь, знакомый, водила калека, ему сорок пять, он старик. Север ломает людей, словно ветки, но этих не сломишь ты вмиг. Вот только нечестно, один лишь сидеет, а ровнее ему старик. Если на трассе лопнул внутряк, ты, брат, пощады не жди. Север зимой это полный мрак, за паску достань и жги. Грей ключ баллонный, ты на огне, и не сиди, как куль. Пальцы держи, ты всегда в тепле, тебе ведь крутить жизнь не руль. Ты на одном колесе дотянешь, груз ведь нельзя бросать. Сожженный баллон дорогу подскажет, чтоб другу тебя догнать. Этот закон жизнью-смертью написанной в строчках не прописать. Кожа в лохмотье, кости наружу, а друга надо спасать. Каждый шофер на далеком севере, друг тебе, даже брат. Дружба шоферская делом проверена, никто не свернет назад. Держитесь, братья, мы любим вас, пропавших соляркой друзей. Вас дети и жены с тревогой ждут, домой возвращайтесь скорей. Вас дети и жены с тревогой ждут, домой возвращайтесь скорей.